Всем привет, с вами с тобой, я Лена Невант, это же Лена Невстар, и вы находитесь на моем канале. Также с вами немножко тут Вова сбоку сидит. И в общем-то, вы не представляете что, но я заказала себе палочки благовония на деньги. А это значит, что их тут 8 штук, я думаю, буду их сжечь каждый день, либо через день. И мы с вами посмотрим на результат, стоили они 112 рублей. И посмотрим, пройдут ли нам деньги, и я вам отчитаюсь о наших результатах. Сегодня у нас какое-то марта, 8 марта, да, всех, с праздника. Ганеша из Индии за 150 рупий, и палочка, которая догорела. Она, кстати, очень долго горела, вот прям вот такие долгие палочки. Ой, ну что ж такое? Запах вообще похоже на какое-то мыло, знаете, как будто бы я этот запах уже где-то чувствовала. Реально, как будто какое-то мыло или гель для душа. Ну, вообще, прикольный запах. Посмотрим, посмотрим, работает ли это на самом деле, правда ли это. Неожиданное отключение. А сегодня, как вы знаете, 8 марта, ну, я, в принципе, ничего не ожидала, в плане поступливых денег. Ну, после того, как я жгла палочку, пошла на тренировку, папа мне выслал подарок на 8 марта, в зимбалах. Не знаю, связано ли это как-то или нет, но вообще всегда можно так, типа, сказать, что, ну, это просто совпадение. Ну, а можно сказать, что это действительно работает. Короче, друзья, как вы знаете, я уже второй день жгу благовония на деньги. Сегодня Вову взяли на работу. Ну, после того, как я зажгла эту штуку, понимаете, у него было собеседование, его взяли. При том, что до этого его, ну, на первом собеседовании его не взяли, потом он ещё кучу раз там подавал заявок, очень много на это время не потратил, его никуда не брали. И вот именно после того, как я зажгла эту благовонию, после того, как она ко мне пришла, его взяли. Понимаете вообще, как это работает? Мне кажется, если верить, то действительно, ну, как бы, это будет работать. Если ты будешь вот так вот всё, то, что это случайность, то, ну, как бы, всегда можно сказать, что это всё случайность, а можно сказать, что действительно это работает, это работа с нашим. Я зажгу благовония, чтобы тебя взяли куда-нибудь. Что? Мне вчера уже деньги пришли благодаря благовонии. Так что не надо тут за меня. Ну, вообще, я зажигала, ну, просто зажигала без какого-то намерения. Ну, конечно, чтобы всё хорошо подсказывалось тогда. Короче, друзья, продолжение к благовониям. Вове сегодня ещё вторая школа, которую не хотела бы брать, написала, что, типа, заполните документы, типа, вы хорошо прошли тестирование. В общем, я вас буду держать в курсе, что там дальше будет ли у него ещё доход. Третий день жгу благовония. Вчера ещё, оказывается, я сегодня утром пришла проверить. Не пришла денежка. В общем, продолжаем жечь и буду также с вами делиться результатами. Всем привет, я продолжаю наш челлендж. Это четвёртый день и буду жечь вот эту вот палочку на деньги. Ребята, вот такая штука от чехла. Просто вот так вот протыкаете. У вас получается подставка. Вот так и стоит. Прикольно. Главное, чтобы она не упала только. Я обычно вот так вот ставлю в ганешу. Так вот. И чтобы под ним что-то было. То есть какая-нибудь мусорка, мусорная штука. Обычно я вот около раковины ставлю. Ну, чтобы по-разному стояло. Смотрите, боже, какой дымочек офигенный. Тут, конечно, вообще здесь дикий срач. Вещи лежат. Всё такое. Надо тоже всё немножко прибрать. Как я обычно делаю всё вот это вот с этими палочками. Сначала я просто зажигаю. Она стоит где-нибудь в разных частях комнаты. Вчера ещё часть времени она стояла в ванной, чтобы там всё тоже благовонило. И очищалась. Потом я хожу по комнате и этой палочкой по углам. Держу там по несколько секунд в углах. Потому что в углах очень много скапливается негативной энергии и всякого такого не очень хорошего. Поэтому я это убираю с помощью этой палочки. И потом я могу её тоже в разных местах, чтобы она постояла там. Вот, ну, примерно, наверное, как-то так. За вчерашний день, по-моему, ничего такого не происходило особенного. В сфере денег. Сегодня пятый день, как я зажигаю вот эту вот благовонию на деньги. Вчера тоже в сфере финансов ничего необычного не происходило. Не знаю, первые дни-то классно начинают, а сейчас просто такая тишина затишье. Ну ладно, я продолжаю жечь. У меня ещё, пусть сегодня пятый день, ещё завтра, послезавтра и после-послезавтра три палочки осталось каждый день. Хотя у меня вообще дикое желание чуть ли не каждый день сжечь, потому что, не знаю, хочется освещать свою комнату и всё такое. Всем привет, сегодня тот же день, но вечер. И у меня почему-то появилось жёсткое желание ещё пожечь вот эти палочки. Одну я имею в виду. Сегодня я уже жгла утром, вы это всё видели. Но я предлагаю сделать ещё такой вечерний ритуальчик. Вечерний мудик. Вчера мы с вами жгли две благовонии, сегодня, думаю, будет одна, потому что их осталось очень-очень мало. Если быть точнее, то две штуки. Одну из которых мы зажгём сегодня, и завтра у нас последний день эксперимента. На самом деле, вчера тоже ничего не происходило. Почему-то с меня так начался хорошо. Может, потому что создаёшь слишком сильно, ну, типа, ты засыклин слишком сильно на этом. Потому что, ну, типа, когда ты только начал этот эксперимент, ты такой, ну, ты же не знаешь, что будет. Ты просто такой, по приколу, да? А потом ты такой уже, ну, вот, тут уже сбылось, значит, как бы, значит, должно ещё сбываться. Не знаю, в общем, почему, но буду сейчас зажигать. Ну, благовониями. Чё? А, зайти с благовониями? Вова навонял в туалете. Такой кисти лежит. Ждётся. Моя хендмейт-подставочка. Это, конечно, что-то не озаряет. Ну, в общем-то, у нас неделя эксперимента. Восемь палочек и неделя. Вчера циркало две. Нутром вечером, я не знаю, я хочу зажигать их постоянно, потому что здесь чем-то странным пахнет. Ну, не сильно прям, но ощущается. Хочу похвастаться сегодняшним днём. Мне мама предложила скинуть деньги на рынок, ну, чтобы я сходила. Она увидела мои кружочки в Телеграме, которые я выкладывала в наш канал, поэтому подписывайтесь. И она мне скинула тысячу. Ну, она мне предложила, типа, тебе скинуть. Она такая, ну, давай. Открываем денежный поток, девочки. Мне скинули тысячу, чтобы я пошла, купила себе всякого на рыночке. Ну, там дождина, конечно, но всё. У меня, конечно, не то, что тысячи нету на рынок сходить. У меня есть деньги, чтобы сходить на рынок. Просто это приятно, получать блага Вселенной. Ведь всё, что происходит в нашей жизни, это нам даёт Бог, Вселенная, как это можно назвать, какая-то сила. И она это даёт с помощью других людей нам. Поэтому всё. Меня поощряют. Всё хорошо. На самом деле, когда родители вот так вот предлагают деньги, я чаще всего... О, нет! У меня палочки улетели. Вот туда вот. Решила уборочку нанести, значит, да? Отлично, я считаю. Ладно, короче, договорю, и сейчас всё достану. А когда родители просят, предлагают, точнее, чтобы они мне скинули деньги там просто так или на что-то, то чаще всего я отказываюсь. Потому что у меня есть деньги. Ну, сегодня согласилась. Последняя палочка благовоний из набора. Деньги. Боже, какая она. Видите, она тут немножко отпала. Пахнет, знаете, шампунем каким-то, типа таким или мылом. Так много всего произошло за эту неделю. Я думаю, что вечером будем с вами делать выводы. Какие же выводы у нас от всего вот этого... От всей вот этой недели с этими палочками на деньги. Ну что ж, друзья, у нас же сегодня последний день эксперимента, когда я сжгу благовония. Мой набор первый закончился. И сегодня, точнее, вчера я... Я очень долго выбирала, какие мне взять благовония. Я хотела взять уже побольше. Я не знаю, как вам их показать. Но вот, смотрите, их тут шесть штук. И они... Написано, что они реально из Индии, из Бумбая. У-у-у, это вообще... Из Бумбая. А мы совсем недавно уже были в Индии. Бангалор. У них такой специфичный запах. Ну, прям, вот знаете, такое... Индийское. Прям вообще... Те палочки были ещё такими лайтовенькими. Эти... Прямо индийские. И я считаю, что самое время сделать итоги этого видео. Итоги этого эксперимента на деньги. Когда я жгла вот эти палочки и... Пыталась получить результат. Вот. И пишите в комментариях, кстати, хотите ли вы ещё такой эксперимент. Потому что мне пришли палочки. Я хотела... Вы знаете, я как только вот этого заказала... То есть я очень долго выбирала. Мне попадается тот самый набор, который я хотела. То есть там и на здоровье, и на деньги. А тут как бы четыре... Ой, шесть разных. И они тоже на разные. Тут тоже есть на деньги. И тут разные. Типа, поможет от депрессии, защита дому, там, расслабленность, спокойность. То есть вот такое. Может быть, я здесь вот прикреплю ароматы, которые мне пришли. Тоже я их буду сжечь. Тут в одной упаковке 20 штук. То есть я буду сжечь по нескольку раз в день. Посочувствую в обе. Если вы хотите ещё такие видео, то обязательно пишите мне в комментариях. Это, конечно, очень крипово. Что, типа, нужно вроде с закрытыми окнами сначала зажать палочку, потом открыть посыл, когда она маняет. И нельзя нюхать это. Что вообще происходит? Страшно. Криповенько звучит это всё. Какие же итоги этого эксперимента? Первые дни, они особенно были интересными, потому что такие события произошли классные. Ну, то есть реально, мне должны были прийти деньги там ещё в прошлом месяце. В итоге они пришли в это, именно в эти даты. Ну, конечно, может быть, это всё совпадение. Всё можно вот так вот на это всё списать. Но, не знаю, с точки зрения как бы просто протянуть деньги, окей, с точки зрения моего дела. Не сказать, что у меня там на Ютубе выраст охот или что-то ещё. Да, Вову взяли на работу, но пока что за все эти дни, что я жгла палочки, он не заработал ни копейки, потому что он даже не приступил, и это всё как-то, ну, так, время идёт, идёт. Там, пока одно, пока то другое. В плане, ну, не от него, зависит от работодателя, получается. Поэтому, в принципе, я думаю, что да, это работает. И я когда сегодня получила эти все наборы, шесть штук, я зажгла одну палочку, и она вообще, она жесть, жесть, она жесть какая. Она ядрёная, просто запах стоит, а у той палочки на деньги у неё не стояло запах. Так же, что звучало, у этой палочки не стояло. Вообще-то какие-то они ядрёные, говорят, индийские. Я надеюсь, не по девочкам. Ну, в общем, ладно. Всем пока, такие итоги эксперимента. Субтитры создавал DimaTorzok